Как чувствует наша вратарская бригада себя, и Сафонов, и Шуннин, которые вчера играли? Какие-то, может быть, им отдельные ослабления сегодня будут даны или нет? У них сегодня вообще восстановительный день. Единственное, что им было сказано, вы можете восстанавливаться так, как вы привыкли в команде. Но оба захотели выйти на тренировку вместе с Сергеем и Сашей. Они говорят, мы тоже хотим потренироваться. Просто у них короче была тренировка. Все-таки они вчера играли, и поэтому они сделали, скажем так, две трети этой тренировки. И потом попросил их выйти отдыхать. Чувствую себя хорошо, несмотря на... Все в разном, скажем так, состоянии приехали. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Матвей пропустил там вчера, да? Ну, состояние хорошее. Наверное, потому что здесь сборная, наверное, переключаться в сборную, наверное, все-таки легко после клуба. И после удачных игр, и после неудачных. Я думаю, когда они в сборную приезжают, они с хорошим настроением сюда приезжают. Вот пять мячей все-таки от Оренбурга. Как это может сказаться на психологическом состоянии? Может быть, как-то внутренне переживает и внешне показывает? Ну, пока, вот сколько знаем, Матвей с ним работал, пять не было еще, да? Вот поэтому самому интересно, как он среагирует. Судя по тому, что у нас с ним была беседа с утра, нормально. Ну, здесь тоже надо понимать. Вот если пять, это вроде много, да, голов, а когда начинаешь в отдельности каждый разбирать, и нельзя сказать, что это вот на его совести голы. Не выручил пару раз из этих пяти, да, но сказать, что вот он, это из-за него, такого тоже нет. Поэтому здесь тоже надо оценивать объективно. Поражение, поражение розни и пропущенные голы тоже разные бывают. Бывает, один гол пропустил, он на совести вратаря, команда потеряла очки, и тогда это больно. Здесь, наверное, все-таки не тот случай. Здесь команда плохо сыграла у них. Будет ли какая-то ротация вот в этих двух матчах? То есть кто-то будет один стоять, и дадите шанс вообще всем четырем себя трейдить? Ну, значит, что хочу сказать. То, что хотим и что получится, не знаю, но хотим дать шанс посмотреть как можно больше вратарей вот в этих двух играх. Отличается это тем, что в тот приезд был один матч только. И, в общем, и хотели дать сыграть, и не только Матвей, и он начал игру. Ну, так складывалась игра, что, в общем, результат тоже был важен. И просто не потому, что мы не доверяем, не доверяли там Миша Киржакову или Антону. Просто бывает очень трудно выходить на замену. Сейчас тоже вот если, здесь, кстати, у нас замен-то меньше, у нас там было 10 замен, здесь 3. Получится ли провести замены и дать возможность сыграть, если это, это же в интересах команды тоже надо смотреть. Всего три замены, если одну отдадут вратарю, значит, на команду остаются две. Здесь тоже об этом надо думать, хотим, и хотим дать сыграть, да, по возможности максимально, максимально всем. Как получится, не знаю, но хотелось бы, да. Начинает с Афонов. Не уверен. Узнаете, узнаете позже. Ну, во-первых, здесь надо смотреть, и здесь надо смотреть на разные факторы. Первая игра – искусственное поле, вторая – трава, да. То есть это тоже надо учитывать. Надо учитывать уровень соперника. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Надо учитывать, как играли вратари в чемпионате. Селихов и Шунин очень сильно отыграли этот отрезок, очень сильно. Как, впрочем, и Миша Киржаков, да, вообще и без единой ошибки. Игор Бабурин, не знаю, по какой причине его вывели из основного состава, но играли, играли вот эту осень после Киргизии. Большая группа вратарей сыграла сильно. Поэтому надо будет все взвешивать. В то же время мы хотели бы тоже учитывать, кто лучше выходит в основном составе, кто лучше на замену. Вот из бесед с вратарями понял, что на замену никто не хочет выходить. Все хотят начинать с первого тайма, да. То есть здесь тоже, наверное, надо уметь выйти и играть второй тайм, а не с первого тайма. Много нюансов я вам дальше. Я и так уже много рассказал, поэтому надо все учитывать, все взвешивать. Вратари все хорошие. И надо так, чтобы каждый смог проявить себя максимально лучше, чтобы им было комфортно тоже. Давай. Такой вопрос, наверное, уже часто задают про Акинфеев. Мне кажется ли вам, что, чтобы не менялось, все равно Акинфеев у нас номер один? Скажу, абсолютно согласен. Если брать этот чемпионат, вот этот отрезок, первую половину, Игорь номер один. Даже я не буду не спорить. Он сборной не хочет. Он уже закончил. И, наверное, встанет вопрос правильно, а зачем? Мы с Игорем тоже иногда общаемся. Время от времени. Редко. Я думаю, он все правильно делает. Для сборной хуже. Я думаю, то, что он делает, вот как он свою карьеру выстраивает, он все делает правильно. И сосредоточился на чемпионате. Проводит очень сильный сезон, которых у него много было. Очень сильный сезон. И ровный, и надежный, и очки приносит. И не отбирает очки. Нету игр, где бы он ошибся, и ЦСКА не добрал очков. Наоборот, они могут сказать, что благодаря ему они набрали на сегодняшний день, грубо говоря, 29. А у них было бы меньше, если бы не игр. Дмитрий Петрович, кто сейчас номер один из вратарей в сборной? Сегодня нету номера один. Сегодня есть группа вратарей, которая очень хорошо отыграла. Осеннюю часть чемпионата. Это вот Селихов, это Шунин, это Киржаков, Бабурин. Скажем, что я подразумеваю под словом «хорошо». То есть они помогли своим командам набрать очки своей игрой. Там, в тех играх, где команда могла потерять, они своей игрой помогли. Играли без ошибок. Это тоже уровень, по которому определяется уровень надежности вратаря. Количество ошибок. Не количество сейфов, да, когда вратарь спасает, а сколько ошибок. У них ошибок практически никто не допустил. Ни Саша, ни Антон, ни Егор Бабурин, ни Миша. Другое дело, что у Миши Киржакова, он играет в такой команде, что очень трудно себя проявить. Моментов почти не бывает. Зенит обыгрывает всех на классе, и отличиться очень сложно. В этом плане преимущество у других вратарей, почему и перевесило, что много моментов, много спасали, много выручали. Вот поэтому такой выбор сделали. А сейчас есть понимание, кто сыграет уже в матче с Таджикистаном и с Узбекистаном? Нет, пока не знаю. Тут разные факторы есть. Небольшую там, скажем так, есть, ну это не травма, наверное, недомогание или что-то такое. Вот пока мы не знаем, Матвей в каком состоянии, у него с голеностопом есть небольшие проблемы. Матвей? Да. У него вчера немножко потянул мышцу грудни, когда мяч водил. Опять же, я говорил уже, что фактор искусственное поле – одна игра, вторая – естественная. И на это будем смотреть, и посмотрим на тренировках. Наверное, тренировки все-таки дадут ответ. Примерно все в одинаковом положении. И выбор вратарей будет делаться, наверное, уже непосредственно перед игрой в Душамбе 16-го числа. И, естественно, перед игрой в Ташкенте 19-го. Вы вызвали Антона Шунина, расширенный список добавили, после того, когда Шунин пропустил игру с Ростовом из-за недомогания. Вы общались с Антоном, что может ли он приехать, учитывается ли этот факт. Просто, получается, он пропустил игру, а вы его добавили в расширенный список. Наверное, вы неправильно сейчас сказали. Он был сразу в списке до того, как получил травму. Это было до того, как он получил травму. Он уже был в списке. Другое дело, что когда он не сыграл матч, мы созвонились, он сказал, что это врачи порекомендовали ему. У него травма несерьезная. Но лучше ближайший матч пропустить, и потом он будет играть, и к сборной он будет готов. – Виталий Витальевич, такой вопрос по поводу Сафонова. Про физическое состояние понятно. Вы сказали, что у него есть небольшая травма. Что с ментальным состоянием? Два матча, восемь мячей. И есть, так скажем, технические огрехи? – Есть. Есть. Поэтому я и сказал, что на сегодня не знаю, кто номер один. Потому что, например, Селихов, Шунин. Ну, про Писякова у него одна ошибка за 18 игр была с Ахматом, когда он пропустил мяч. Он тоже очень много помог. Очков Ростова набрать. Селихов, Шунин – это те вратари, которые играют стабильно и помогают командам набирать очки. Матвей, скажем так, наверное, не лучший его отрезок был в его карьере. Ну, потому сказал, что не знаю, кто начнет. Только вот эти тренировки и беседы с вратарями помогут определить, кто в каком матче сколько сыграет. – А можно говорить просто об одном, что в двух разных матчах сыграют два разных вратаря? – Можно. – А вы вообще думали, Виталий Тальчу, вызывать или нет Сафонова после? В последних матчах. Ну, я, знаете, как скажу, был момент, когда его не вызвали. Когда мы только пришли в сборную, мы его не вызвали. Да, он неудачно сыграл пару игр. У него там… И я ему объяснил тогда, почему мы его не вызвали. Он не обиделся. Он согласился, что он действительно тогда находился не в лучшем состоянии. Это была Хорватия, Кипр, Мальта. После этого он отыграл очень сильно сентябрь. И мы его вызвали. И сразу поставили в состав. И было видно, что он готов. И отыграл он хорошо. Сейчас вопрос не стоял, не вызывает, почему. То есть, как у каждого вратаря есть право на ошибку, так вот Сафонов заслужил себе прошедшим сезоном право на вызов. Вот в такой ситуации, когда он играл не очень хорошо. Виталий Иванович, я вернусь из Киргизии. И, по-моему, единственный человек из нашего состава, кто не был заменен, это Матвей именно. Почему? Ну, значит, один матч был всего у нас тогда. И после первого тайма, если помните счет 1-1, я не знаю, я не хочу говорить, что наши вратари Антон и Миша Киршаков были не готовы к матчу или они хуже Матвея. Просто в тот момент о результате тоже думали. И не каждый вратарь может выходить на замену в такой матч. А он у нас не складывался, не очень хорошо складывался. Очень тяжелый матч. Помните, победу в конце вырвали. Просто о результате тоже думали. Есть такие игры, где не всегда вратарь может войти в игру, в такую тяжелую, именно на замену. Одно дело сразу начинать. И в том числе и сейчас в беседе с вратарями я спрашивал, кому как удобнее, кто как себя чувствует с начала матча, со второго тайма. Ну, со второго тайма, во-первых, и опыта у них такого не было, как они сказали. И выходить на замену все-таки все говорят, что сложнее, чем начинать игру. Вот с этих позиций. Вы упомянули Селихова, упомянули Сафонова, упомянули Киржакова. Но не говорите про Песнякова. Почему? Я сейчас сказал, что мы проанализировали вот этот отрезок. В Ростове 19 игр. Одна ошибка. Голевая. Матч в Ахмате. Но этот матч команда выиграла. То есть, пока он только приносил очки Ростову, и то, что Ростов на третьем месте, где-то 6-7 очков, это чисто он помог команде набрать. В тех играх, где мы, скажем так, играли чуть похуже соперника. И я уже сказал про Бабурина, да, игра очень сильная. Отрезок за торпедой. Мы не смотрим, на каком месте команда, смотрим на качество игры. Игра очень сильная. Почему вывели снова состава? Не знаем. Хотя он играл хорошо. Но из-за того, что вывели, мы его, значит, конечно, из списка кандидатов, значит, убрали. Я не сам слышу, у меня такое впечатление, да, вот, с чем вы связываете первый момент у меня. И, ну, вот, мы видим, как омолаживается национальная команда, да, все-таки ребята за 30, уже очевидно, с прицелом на отборочный цикл, если они будут у нас, они не вызываются. С вратарями другая ситуация? Да, сейчас объясню, ну, сборный и клуб, да, это разные вещи. То есть в клубе, я считаю, что должен быть молодой вратарь и опытный, молодой. В сборной должны играть те, кто на сегодняшний день сильнейший, независимо от возраста, независимо от места в таблице, те, кто играет стабильно в чемпионате. И просто так искусственный процесс нельзя создавать. Вот просто потому, что он молодой, поэтому вызывает сборная. Еще есть молодежная сборная, тем более, вот те вратари, которые появились в том году молодые, Адаевский, сейчас не играет, да, Худяков. Получилось так, что все игры, которые он играл, пока не поставили Гильерне, ну, пропускал, команда проигрывала. Я не говорю, что по его вине. Ну, команда не могла не набрать очков и не могла сыграть на ноль, при том, что парень, безусловно, талантливый, Адамов травмированный. Если мы говорим про молодых, Тороп, там, Игорь Акинфеев. Поэтому о каких молодых сейчас говорить, если так взять сейчас. Вот Матвей, он вроде уже не молодой, но он еще и не такой, вот, скажем так, заматерелый, да, вратарь. Вот, и вот он в сборной. А если так брать, я даже пока не знаю, кого вы имеете в виду из молодых. Вот сейчас на сегодняшний день, как нам кажется, те, кто в чемпионате играет ровно и стабильно, в паспорт не смотрим. Ну, то есть это вопрос того, что просто люди, когда получат игровую практику и будут конкурировать, они и вы их вызываете. Конечно, мы смотрим, как они в чемпионате играют. Потом, не забывайте, у нас совсем мало вратарей, у которых есть международный опыт. Да, у нас их вообще по пальцам пересчитать можно. Но Андрей Лунев не играет. Кстати, вчера день рождения был, мы его поздравили. Он не играет. Мы тоже смотрим за вратарями, которые за границей. Стас Крецук, там тоже не все так гладко, как хотелось бы, да, при том, что вот он, если знаете, да, Никита Хайкин, тоже знаете. Поэтому мы тоже смотрим за ними и из того, что есть в России, вот на сегодняшний день, вот сегодня такая ситуация. А можно с ним вопрос по поводу Хайкина? Все-таки Кустин поддерживает или сейчас связь? Он вот заявил, что он покидает свой нынешний клуб. Есть разные слухи про АПЛ. Что вы знаете о его карьере? Может, он советовался с вами по поводу своего будущего? Значит, скажу так, подробности вдаваться не буду, разговариваю. Да, и пару раз недавно разговаривали. Он хочет более сильную лигу. То есть он почувствовал все силы, что он может играть более сильной лиги. Он многого добился с этой командой. Если знаете, его карьера, она очень тяжело складывалась. И он нашел такую команду, и он стал первым. Его там очень любят. Чемпионом стал. И в Еврокубках сильно играет. Но вот сейчас принял решение. Не каждый, наверное, вратарь откажется уйти из зоны комфорта. Он хочет себе, сам себе делает новый вызов. Хотя, значит, в разговоре я сказал то, что думаю, что мы должны понимать, когда вратарь идет на более высокий уровень, у него не сразу все пойдет. И что ему надо опять набраться терпения и ждать, когда ему выпадет шанс. Им надо воспользоваться. Вот как, например, Андрея дал у него. То есть попал в сильный клуб. Но пока не получается. И здесь надо терпение. Так же, как и Андрей. И у него такая, дай бог, чтобы я ошибся, сказал Никите. Но я думаю, что так и будет. Он говорит, я готов ждать, сколько надо терпеть и ждать свои шансы. Только достойно уважения. И так ты че помню, что в России сейчас номер один, по-прежнему это Атинфеев. Безусловно. Это мое мнение. Спасибо большое. А последний вопрос? АПЛ Хайкин потянет от его уровня? Просто скажу то, что я думаю. Сам хотел понять, за счет чего Никита играет. Данные не особо какие-то сумасшедшие. Рост средний для вратаря. И очень много игр посмотрел. И мы с ним время от времени созвонились. Вернее, я ему звонил. Вот рост особого нету данных. Нет какой-то физических данных. Вот он играет за счет головы. За счет того, что у него... Он правильно анализирует, правильно концентрируется. Он умеет показать в игре максимум того, что может. Это не каждый в условиях стресса может вратарь. Бывает вратарь, в тренировках все тащат, в ворота встают, ошибаются. Никита может. Я думаю, что может. Просто ему надо время. Может быть, какое-то время адаптироваться к новым скоростям, к новым требованиям, наверное, и к новому уровню. Я, во всяком случае, буду очень переживать за него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!